Японская кухня Также это кухня долгожителей. Ну, сегодня, для того, чтобы поподробнее обо всем этом узнать, мы пришли к знатоку японской кухни, к повару Андрею. Здравствуйте. Ну, что у нас на столе? Очень много ингредиентов, необычных ингредиентов. Что будем делать? Для начала, в первую очередь, мы приготовим мисо-суп, традиционный мисо-суп, который подается в начале трапезы практически во всех японских ресторанах и домах, который готовится из соевых бобов и соевой пасты. Японская кухня – это натуральные продукты при минимальной термообработке. Это не только еда, но и специфическое оформление блюд. Это и особый застольный этикет. Суп мисо готовится довольно просто. Для начала ставим на огонь воду. Суп делается следующим образом. Добавляется мисо-паста. Мисо-паста – это паста из соевых бобов, которую вы варите. А вот самому можно ее сделать? Ее самому сделать невозможно, потому что у нас нет продуктов, но она везде продается, во всех супермаркетах. Многие компании предлагают ее, поэтому достать ее без проблем. Есть уже готовые наборы, называются для мисо-супа. Берешь, просто кладешь в кипяток и уже готово. В таком японском стиле все быстро приготовляется. То есть японская кухня сама по себе, она быстрая? Она достаточно не то, что быстро, она адаптирована под быстро. Они все время происходят суета, у них все уже в готовом виде есть, продается. Готовый мисо-суп, готовый, готовый, готовый. Только взял, залил кипятком. Как бы это фастфуд с одной стороны, но с другой стороны очень хорошие ингредиенты, и все очень вкусно и здорово. Так что давайте начнем тогда. Да, приступаем. Первое, что нам нужно сделать, к мисо-супу идут грибы шитаки. Их нужно замочить. А давайте мы сейчас сразу расскажем, что у нас здесь. Помимо пасты, грибов. Давайте. Значит, у нас грибы шитаки сушеные, банито, так называемая, это стружка тунца, водоросли, вакамы, так называемые, тоже сушеные водоросли, их просто нужно залить кипяченой водой, они увеличиваются в объеме и готовы уже к потреблению. И сыр тофу. Отлично. Хорошо. Так, какие у нас следующие шаги? Кипяток у нас там уже делается. Кипяток у нас делается, значит, мы заливаем грибы и начинаем тогда приступаем готовить сам суп-бульон. Да. Да, отлично. Возьмите вы, сделайте. Ну ладно, это такой волнительный момент. Просто берете, заливаете кипятком. И как долго они должны вот там? Сами грибы где-то 30-40 минут. Но есть разные компании, которые предлагают разные виды сушки, поэтому там нужно смотреть на упаковку. И нам еще нужно залить водоросли. И все так просто, да. Вот, то есть такого количества водорослей для нашего супа будет достаточно, да? Даже больше, чем достаточно. Нам здесь хватит на много супов. А, ничего себе. Значит, следующим образом. Окей, это у нас подготовлено. Теперь мы готовим сам непосредственно суп. Для этого нам нужна мисса паста. Нужна. А сколько примерно надо себе добавить? 100 грамм на литр воды. А, ну так и... Может быть 120, но нужно смотреть, пробовать по вкусу. У нас здесь примерно около 2 литров воды. Мы сначала добавим немного, потому что достаточно концентрировано на кисло-соленое. То есть пока еще вода не закипела, тогда уже надо начинать с этим манипуляцией, да? Да, да, да. После пасты мисса добавляем в кастрюлю примерно 3 щепотки строганного тунца. Далее дело будет идти быстро. Когда грибы шитаки отмокли, нарезаем их небольшими кусочками. Какие ваши любимые блюда японские? Вы знаете, мне нравятся достаточно простые вещи. Тот же самый мисса-суп, который мы сейчас готовим. Очень, очень, да. Он достаточно такой... Суправитый. Да. Суправитый. И его туда можно добавлять кусочки лосося, кусочки рыбы, всякое, того же самого мяса, всего чего. Ее очень мне нравится. Потом опаленное, так называемое татаки. Это опаленное мясо. Либо мясо, либо рыба тоже тонкими ломтиками нарезанное с различными соусами. Ну и, конечно же, мы сейчас этого не затрагиваем, но это сашими, суши, роллы. Ну, суши такая тоже, такая шаткая тема. Это уже отдельная, да, да. Потому что это как бы не совсем японская, но именно роллы, вот то, что мы привыкли. Это уже... У них сашими, в принципе, это кусочки свежей рыбы нарезанные. Просто когда на рисе идет... Это уже не гири. А, не гири. Это уже не гири, а просто нарезанные кусочки рыбы, это просто будет сашими. Так, тофу так возьмем, переложим сюда. А, грибочки начинаем? Да, грибочки переложим. Давайте я вам открою, по-моему, тофу. Оно у нас прямо сейчас будет вариться вместе с нашими грибами? Нет, мы ничего варить не будем. Мы варим только отдельно бульон, а все остальное мы нарезаем и кладем непосредственно в тарелку, да, и заливаем горячим бульоном. То есть фактически уже вообще у нас все готово? В принципе, да. Супом. Как много? Как она нам на много понадобится? Нам понадобится... Вот это будет у нас одна порция. Тоже мы все нарезаем в одном стиле, это кубиками, да? Аккуратненько, чтобы красиво было. Да, он очень мягкий, нежный продукт. Сначала выкладываем сыр тофу, потому что этот продукт очень нежный, и лишний раз его лучше не трогать. Затем грибы и водоросли. Вообще-то мне это напоминает салат. Ну, по принципу приготовления. В принципе, это получается бульон. Да. Соевый бульон с различными ингредиентами. Ну, вот это самый такой основной классический вариант основы. Все, об этом будет достаточно. Да, отлично. Для каждой порции. Ну, вот какой вообще ингредиент, по-вашему, самый такой традиционный для японской кухни, без которого бы не обошлась? Соевый соус. Мирин – это соевое вино. У нас сейчас нету здесь, да, но... В принципе, это водоросли морские обязательно. Без них не обходится ни один бульон, соус. Есть вакамо, есть называемый так комбу, либо лошин. Ну, вот это вот нори, которые мы используем. Нори используются только для приготовления суши. Это просованные, да, да, исключительно только для этого. Еще мы в этот раз не готовим. Может быть, в следующий раз есть... У них целая культура супа-рамен, так называемая. Это куриный, свиной какой-либо бульон с лапшой, яйцами, обжаренным мясом, зеленью, различными такими вещами. И туда тоже они добавляют нори. Ну, наверное, все. С нори получаем. Но сейчас во всем мире популярно из нори готовить различные буррито. М-м, даже так. Да, да, потом суши-рито, как это можно вызывать. Это получается у нас враб или лаваш, да, только с рисом. Большой ролл. Как бы суши, только в непривычном для нас виде. Да, в огромном таком, да, быстрая закуска получается. Когда бульон закипит, перельем его через дуршлаг. Тем самым мы избавимся от остатков тунца. Ставим бульон снова на плиту и доводим до кипения. Параллельно приступим к приготовлению креветок в темпуре. Нужно взять, надрезать немного. То есть она сохранит этот вид, да, форму? Да, нам нужно, чтобы она была красивая. И слегка надавить на нее. Бульончик распределяем по порции, да? Да, совершенно верно. Так, еще. И посыпаем ее на мучку. Гарниром креветки станут овощи. Их тоже будем жарить в масле. А для начала сделаем из них тонкие веера. Ну вот нам эта половина баклажан достаточно, да? Да, конечно, мы же готовим как бы ассорти, можно сказать, да? То есть у нас на порцию 3-4-5 креветок может быть. Один баклажан, цукини, паприка и грибочки, да? В данном случае шампиньоны. Но можно использовать любые, какие вам нравятся. Здесь мы тоже берем напополам. И здесь мы делаем красивую звездочку. Причем звездочку? Что, у нее лучше так прожариться, да? Они лучше прожарятся, да. Ну вот а по-вашему, какие вот они, вот японцы? Очень, очень специфические люди. У них абсолютно другой менталитет, другое отношение вообще ко всему, к миру. Они всегда улыбаются, всегда податливы, всегда здороваются, всегда наклоняются, всегда говорят, здравствуйте, здравствуйте, да, как я могу им помочь? Очень вежливые, да? Как бы очень вежливые, да. Так, темпура, ну, у нас вообще тут вот два вида муки, но темпура и просто мука. Одна мука, одна темпура. Какая темпура? Темпура та. Совершенно верно, да. Она немножко отличается. Здесь добавляется яичный порошок, крахмал и мука. То есть визуально все-таки можно? Визуально можно, да, и по текстуре тоже. Обычно делается как? Добавляется что-то сыпучее, и потом добавляется вода, тогда у нас получается однородная масса. Здесь нам не нужна однородная масса, нам нужно было, чтобы оно было с кусочками теста, да, такое. Некрасивое тесто, грубо говоря, да. Для того, чтобы приготовить что-либо в темпуре, очень важна температура масла и температура самого теста. Как нам вот его определить, и что именно должно быть? В первую очередь должно быть очень холодное тесто. Как мы говорили, туда можно добавить несколько кубиков льда и размешивать в холодной воде. И температура масла нам должна быть очень горячая, то есть диапазон где-то 170-180 градусов. Как это определить? Мы просто готовое тесто закинем туда, и мы видим, что оно все плывет, начнет шипеть, варится, значит, оно уже готово. Если мы перегреем тесто, то... Перегреем масло, извините. То тесто сразу потемнеет и сгорит. Это тоже важно на этот момент. Это все очень важно, да. Если мы видим, что мы чуть-чуть уже перегрели масло, у нас начинает подниматься дым, да, то мы снижаем температуру и ждем. Не надо спешить. Суши, вот, которые... Вернее, роллы, да, я, насколько знаю, в Японии, но я читала, что в Японии они вообще другие. То есть здесь готовят по-другому. А вот эти блюда, они такие же, как в Японии? То, что мы сейчас готовим, мы готовим, как в Японии. Может быть, у нас масло не японское, да. Ну, да, ингредиенты, как бы, да. Но, в принципе, у нас все особо приближено к оригиналу. А что насчет касается роллов, то роллы... Сами такую популярность обрели, на самом деле, в Америке. В Америке, да. Потому что в Японии там в роли один ингредиент, два, три ингредиента. Листы нори, рис и кусочек рыбы. Ну, плюс васаби. А в Америке это уже дошло до такого культа, где у нас чем больше ингредиентов, тем интереснее, тем лучше. Такие беконы там уже так далее. То есть, уже так хорошенько наестся. Ну что же, мы сейчас уже на финишной прямой. И от более таких рыбных, морских продуктов мы перейдем к мясу. И блюдо это тоже, насколько я поняла, достаточно простое, да? Очень простое в приготовлении, да, называется томкацу. Это свиной карбонал, приготовленный в сухарях панка. Тут все просто. Немного отбиваем мясо солим и перчим. Затем взбиваем яйца, макаем мясные кусочки в эту яичную массу и затем обваливаем в сухарях. Ну, и теперь переместим нашу замечательную свининку в масло. Масло аккуратно. Аккуратно. Для супа мисо в разогретую воду кладем пасту, мисо и три щепотки стружки тунца. Когда все закипит, процедим через дуршлаг и доведем до кипения. Теперь бульоном зальем нарезанный сыр, тофу, грибы и водоросли. Перед подачей посыпьте луком. Надрежем креветки. Теперь разогреем масло до 170 градусов. Обмакиваем креветки в простой муке, затем в тесте из муки, темпура и воды и опускаем в масло. Готовим до образования белой корочки. Для блюда тонкацу отбиваем с виной карбонат, затем обмакиваем в яйце и обваливаем в сухарях панка. После этого опускаем в горячее масло до образования золотистой корочки. Итак, мы с вами приготовили три настоящих традиционных блюд Японии. И вообще расскажите, как местные жители относятся к этой кухне? Нравится, не нравится? Очень, на самом деле, очень нравится. Для местных жителей это такая экзотика, поэтому все вот эти продукты, это все в новую для них, новые вкусы. Есть, конечно, какие-то вещи, которые не все воспринимают. Такое вот, как чистый соевый соус, он достаточно крепкий, очень соленый, насыщенный. Имбирь, васаби, уксусы различные, да, то есть очень разделено. То есть есть кому очень-очень нравится, есть кому-то что-то не нравится. Ну, это как и везде во всем есть. Ну, в принципе, да. Ну, и по традиции, как вы сказали, начинают обычно с мяса супа. Его не обязательно, на самом деле, есть ложками, его можно брать и пить. Потому что мы, в принципе, нарезали все кубиками, поэтому все достаточно удобно и беспробно. Ну, да, нужно в конце концов есть палочки, которыми тоже можно воспользоваться. В конце концов, палочки, да. У них они используют всегда керамические ложки. Если мы принято у нас из железа, из металла сделаны, то у них из керамики. Вот такие несложные японские блюда. Смело готовьте и вы, и пробуйте, у вас обязательно получится. Приятного аппетита! Анна Тасаханова, Инс Иванс, Овис Бурьянс, Латвийское телевидение.